Здравствуйте! Это ЕТВ о городе с большой буквы. В эфире нашего телеканала программа «Сумма мнений». Меня зовут Оксана Маклакова. Смотрите и обсуждайте сегодня вместе с нами. В Екатеринбурге открывается Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов». Большой Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов» в третий раз открывается в Екатеринбурге. Что это за конгресс и какие задачи он решает, об этом будем говорить сегодня в нашем эфире. С удовольствием представляю гостей нашей студии. Алексей Владимирович Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Николай Павлович Чуркин, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Федерального собрания Российской Федерации и президент форума «Роспромэко». Здравствуйте, Николай Павлович. И Юля Корнеева, председатель Совета директоров «Зеленая долина». Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Про конгресс. Почему именно в Екатеринбурге уже третий год подряд съезжаются лучшие топовые эксперты в своих областях со всей страны сюда к нам? Николай Павлович. Четыре года назад было принято решение на Российском промышленном форуме, экологическом, в Москве. По результатам обсуждения на болевших вопросах по устойчивому развитию регионов, представителями региональных образований, субъектов Российской Федерации, с просьбой такие мероприятия проводить в субъектах Российской Федерации, потому что надо обсуждать то, что ближе к земле, именно вот проблемы этих регионов. И мы с удовольствием приняли это намерение провести, спасибо Свердловской области, они сразу же согласились организовать такое мероприятие, промышленная экология регионов по устойчивому развитию этих регионов в климатических условиях изменения климата. И первый конгресс нам показал, что пробный, но он удался. На втором конгрессе возникли предложения не только продолжать ту тематику, а еще и уже новую тематику по экологическому состоянию регионов. Мы расширили эти вопросы, а вот на этот конгресс, на третий конгресс программа еще оказалась шире. Почему? Потому что почувствовали, так, индикаторы положительного преобладают, и индикаторы положительного говорят о том, что принимает это и бизнес, и общественные организации, власть, естественно, ну и средства массовой информации готовы с нами работать, давая реальную, справедливую оценку всего, что происходит, и что принимается, и что народ хочет. – Алексей Владимирович, народ хочет, чтобы ситуация менялась, становилась лучше. Конгресс как площадка, которая реально меняет ситуацию, площадка, на которой заключаются какие-то соглашения, подписываются какие-то договоры и контракты. Так это работает? – Нет, мы здесь не ставим для себя задачи. Это не форумная площадка, это не площадка подобия тех форумов, где заключается соглашение экономических, инвестиционных и так далее. Здесь мы пытаемся обсуждать проблемы, которые у нас есть, это проблемы атмосферного воздуха, накопленного вреда, лесопользования, по всем направлениям экологии, и пытаться их решить в той стезе сегодняшней, под названием «зелёная экономика», то есть найти баланс между развитием экономики, что в принципе тоже очень важно для нашей страны, и соблюдением и сохранением окружающей среды нашего региона и страны в целом. – Интерес со стороны бизнеса и со стороны предприятий. Понятно, что Урал – это промышленный край, и понятно, что серьёзное влияние на экологическую ситуацию оказывают именно заводы, промышленные предприятия. – Да, безусловно, у нас есть активные участники со стороны бизнеса, со стороны промышленников, это и предприятия холдингов, ГМК, Средневральский медипломинный завод, в частности, это предприятия энергетики, Рефтинская, ГРЭС, и так далее. То есть у нас все предприятия, которые в принципе с нами работают в области охраны окружающей среды, активное участие в данном Конгрессе принимают, где показывают свой положительный опыт по соблюдению экологического законодательства и по охране окружающей среды. – Юль, я знаю, что задолго до самого Конгресса начала составляться вот эта богатейшая программа, несколько дней параллельно на разных площадках проходят разные важные круглые столы. – Основные, вот такие основные тренды, вехи, вызовы, с которыми сегодня работают эксперты, которые сегодня стоят вообще перед экспертами в этой теме? – Ну, вы знаете, основные вызовы и тренды, они всем известны. Это отходы, все виды абсолютно, значит, это продвижение принципов зеленой экономики, причем здесь мы рассматриваем более глубоко и широко, применяя такие вопросы, как кадры для зеленой экономики. Понимаете, невозможно осуществить планы, которые мы с вами сейчас напишем, без людей. Поэтому вопрос подготовки кадров всех уровней, он, конечно, стоит остро перед вообще профессиональным сообществом и бизнесом. Причем вот кадры для зеленой экономики, это подразумевается не выпуск экологов. У нас любят говорить, там, вот это экологи для предприятий. Сколько экологов на предприятиях? Пять? Десять? Максимум. Это на крупных предприятиях. Мы говорим о кадрах нового поколения, об инженерах, даже о бухгалтерах. – Зеленый бухгалтер? – Да, зеленый бухгалтер. Потому что бухгалтерия, вообще экономика сама по себе зеленая, она, правда, экономная. И тут совершенно иные принципы идут использования сырьевой базы и так далее. Должен быть новый взгляд в подготовке всех уровней специалистов, всех специальностей, для того, чтобы наша страна могла вступить в зеленую экономику с полным правом. Поэтому кадры. Значит, то, что касается создания и формирования положительной среды в обществе для вхождения в зеленую экономику, это ваши СМИ, информационные источники. Мы продолжаем тему. Я надеюсь, что вы у нас на круглом столе выступите с интересным проектом «Экологика», который в прошлом году ваши зрители имели удовольствие смотреть по телевидению. Мы надеемся, что вы снова будете заниматься этим направлением. Нам было приятно с вами работать. Ну и будем также смотреть не такие вот источники информации, не СМИ, а это вот различные интернет-ресурсы и так далее. Они тоже оказывают большое влияние, не то что тоже, а огромное влияние на формирование сознания граждан. И таким образом они могут управлять мнением. И это очень важно. Важно, чтобы информационная политика регионов выстраивала правильно вот этот баланс хорошего и плохого, заброса информации, подачи информации. Я считаю, это тоже тренд. Хотя об этом мало говорят, но сейчас набирает обороты эта тема. Далее у нас будет новый круглый стол, совершенно новый. Это по северу. Это по северным территориям, которых в стране в нашей очень много. От западной до восточной границы большая полоса. Плюс там будут рассматриваться не только арктические вопросы и вопросы территории, приравненных к Крайнему Северу, но и труднодоступные районы, что для нашей очень большой страны имеет огромное значение в плане всего. И обеспечение жизни, и обеспечение развития производства, и социальной сферы. Что еще интересного? Будет интересный российско-китайский круглый стол. Екатеринбург-Харбин. Это прямо через дефис, как поезд практически. Зеленый мост сотрудничества. Мы пытаемся на сегодняшний день наладить диалог с нашим городом-побратимом Харбином. В этом году им 120 лет. Повод. Что еще интересного? Будет бионика в архитектуре. Именно мы с архитекторами много работали. Прям бионика в архитектуре. Можете зайти в интернет и посмотреть, что такое бионика. А лучше прийти к нам на конференцию. Первое, с чего вы начали, говоря о трендах, вы сказали отходы и все проблемы с ними связаны. Новость, которая сегодня взорвала интернет, про жителей Швейцарии, прекрасное европейское государство. Эти самые жители вывозят свой мусор на границу с Францией. Ну, просто потому, что нет возможностей, нет ресурсов и нет полигонов. В Екатеринбурге и в России, Николай Павлович, проблемы вообще с каким-то цивилизованным, цивилизованной, не знаю, утилизацией, переработкой, инфраструктурой обращения с мусором. А они в чем? А вот вы хороший пример привели. И здесь... Но мы, к счастью, к соседям пока на границу не ездим с мешками. Но сказано, вот швейцарцы везут мусор во Францию и его там складируют, потому что в Швейцарии дорого стоит обращение с отходами. А у нас вот надо воспитать так людей, чтобы они хотя бы до мусорного бачка доносили этот мусор и на предприятиях, чтобы не лопатой выбрасывали за дверь своего цеха или чего-нибудь, а то же самое установленным порядком, а порядки установлены. Есть у нас и в законе, и потом есть правила обращения, и складирование, все есть, но одного нет. Поэтому надо воспитывать людей. И вот Юля не сказала про волонтерство. Вот здесь роль волонтеров, большая роль волонтеров. Они сегодня организованы вот как-то по своим законам, по своим направлениям, но это ребята, желающие работать. И если с ними правильно организовать взаимодействие и направить на эту проблему, они будут, естественно, помогать. А то, что отходы у нас везде и всюду, ну, президент очень четко сказал, с ранее накопленным экологическим ущербом мы будем работать. Кстати, показал сам, как и на севере был, и на северном побережье. Северного Ледовитого океана занимались этим вопросом. Это очень здорово. То есть государство показало сверху, что надо. Это сигнал субъектам. Надо. И субъекты тоже начинают этим делом заниматься. И с рекультивацией свалок, и с незаконно созданными свалками тоже начинают борьбу. Но это не одна минута. Это большой трудный вопрос для решения всех уровней властей. Потому что и деньги нужны туда, и надо не забыть тот, который мы создаем, отходы, вот те, которые мы создаем сейчас при своей функциональной деятельности. Их тоже надо сразу складировать, их нельзя. Работа трудная, серьезная, но она продвигается. И я надеюсь, что будут решены все вопросы. — Понятно. Алексей Владимирович, какие-то основные эффективные методы борьбы с незаконными и несанкционированными свалками, то, что используют, запускается в Свердловской области. Николай Павлович говорит про деньги, но деньги как будто бы... С 1 апреля опять поднялась плата за вывоз мусора пользователей коммунальных услуг. Деньги мы все так или иначе посредством наших коммунальных платежей как будто бы отдаем. Хочется инфраструктуры и, ну, хочется каких-то, наверное, мировоздействия на тех нарушителей, которые создают все эти свалки на лесных полянках и так далее. Обещали установить камеры видеонаблюдения в этом году, вот в тех тревожных точках Екатеринбурга, где эти самые несанкционированные мусоры появляются чаще всего. Что еще? И сработают ли эти камеры, по-вашему? Ну, какую-то часть, безусловно, камеры решат вопрос. То, что делает областная власть, это, в частности, где в лесных парках выявлялись несанкционированные свалки, устанавливаются специальные устройства для воспрепятствующих проезда автомобилей. Надо отметить, что в Свердловской области уже разработана схема по обращению с твердокоммунальными отходами. Уже отобран один региональный оператор, который будет заниматься обращениями с твердокоммунальными отходами. Ведь у нас, если разобраться, то все несанкционированные свалки, это подавляющее большинство, это твердокоммунальные отходы. Это кто-то недовозит, кто-то перевозит, кто-то бросает. Безусловно, и ответственность за это предусмотрена, и административная. Я думаю, у всех на памяти пример, когда отходы производства, так называемый, кек, иловый осадок с водоканала свозился в лесные массивы, где уголовное дело на сегодняшний день находится на рассмотрении в суде общей юрисдикции. Поэтому, безусловно, мы с этим боремся. И, безусловно, то законодательство, которое сегодня принято и действует, и в будущем будет еще действовать, оно дает надежду на то, что все-таки твердокоммунальные отходы у нас уйдут в легальное русло, будут перерабатываться. Там четкие сроки установлены. И надо отметить, что президент в послании же очень четко поставил акценты именно в сфере экологической безопасности населения. То есть он сказал, что мы до этого терпели, услышали, что это невозможно, что это очень затратно, но больше никто не терпеть не будет. Будем заниматься и с предприятиями, и с твердокоммунальными отходами. Что касается предприятий, у нас отношения выстроены давным-давно. И путем заключения соглашений мы готовимся заключать соглашения еще с некоторыми предприятиями. Поэтому в рамках этих соглашений мы работаем с промышленными отходами. Теперь осталось до ума довести, до конца довести всю работу, связанную с твердокоммунальными отходами. Но есть надежда на вот этого первого регионального оператора? Их будет на самом деле по схеме должно быть три. На сегодняшний день один уже отобран. Отобран, работает. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос. Мы сегодня спросили у екатеринбуржцев, какие, по их мнению, экологические вопросы и проблемы стоят в нашем городе наиболее остро. Что ответил город? Узнаем прямо сейчас и вернемся в эту студию. Взять, к примеру, микрорайон Химаш. Очистные сооружения, которые постоянно какие-то выбросы делают, и на Химаше не очень хороший запах. Ну, вот я бы сказала, что загазованность очень достаточно такая. Транспорта много, но без этого никак не уйти. Транспорт не заставишь по воздуху летать. Загазованность. Много транспорта. Заводы дымят со страшной силой. Ужасный воздух загазованный. Ну, вообще грязь. Просто на дорогах? Да. Везде, на тротуарах, на дорогах. Абсолютно необработанные во время гололеда дороги. Что собачки какают, а хозяева не убирают за ними? Мне кажется, вообще просто немного грязноватый в Теренбурге. Вот даже, ну, я вот в Москве живу, я вижу, как там относятся к этому. Возможно, это потому, что это столица нашей родины, поэтому все усилия бросают туда. Но мне кажется, нужно стремиться просто за Москвой, за Питером. Это сброс все-таки в воду, каких-то отходов промышленных в первую очередь. Мы продолжаем в эфире этого программа «Сумма мнений». Сегодня говорим об экологии, потому что завтра в городе открывается уже в третий раз Всероссийский конгресс промышленной экологии регионов. Только что посмотрели опрос, но, Алексей Ильич, про очистные сооружения на Химаше. Проблема известная, это очистные сооружения городского водоканала. Они ежегодно занимаются модернизацией. Я думаю, что через определенный период по окончанию модернизации данных очистных сооружений эта проблема будет исчерпана. Что касается загазованности, ну, я для жителей города, для гостей города, для земляков, для жителей области, скажу, назову цифру, по выбросам в атмосферный воздух в городе Екатеринбурге 87% от общей суммы составляют выбросы от автомобильного транспорта. Одна из жителей сказала, что с этим не побороться, летать не заставишь. С этим нужно бороться. Есть несколько путей, как это решается, вопрос загазованности автоавтомобилей. Это переход на более качественное топливо, переход на газомоторное топливо. Все мы видим, что в нашем городе уже такие автобусы на регулярных рейсовых маршрутах появились. Это логистика, это окончание Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги с целью исключения проезда по городу транзитного транспорта. Все это будет положительно сказываться, безусловно, на качестве и на состоянии атмосферного воздуха в городе. И про сбросы в воду был тревожный? У нас бывают некоторые эти факты. Да, у нас, если брать всю область, целиком есть вопросы по очистным сооружениям. Наши коллеги из Министерства новеньких и ЖКХ этим занимаются. В прошлом году сдали новые очистные сооружения в Верхней Пешме. И мы планомерно, я думаю, что за счет введения проектного управления, есть региональный ведомственный проектный офис снижения негативного воздействия Свердловской области на окружающую среду. Мы в рамках всех этих мероприятий, в рамках бюджетного процесса будем эти проблемы снимать. То, что стало уже притчей во языцах, вот эта грязь, то, что каждую весну в Екатеринбурге поднимается и выносится в повестку, что камень преткновения или просто надо смириться, ну такова, не знаю, особенность наша. Нет, ну я не думаю, что Екатеринбург когда-то смирится с тем, что это грязь, это не в наших правилах, как говорится. Поэтому тут вопросы, безусловно, надо поднимать постоянно. Это, наверное, немало стоит, это, конечно, затратно, это восстановление и устройство канализации, безусловно, уже ливневой канализации делать, чтобы вся эта грязь не оставалась у нас на дорогах, на дорожном покрытии, на тротуарах наших, а уходила в коллекторы и через очистку вода сбрасывалась уже в водоем. Поэтому тут этим надо просто заниматься. Николай Павлович, если говорить про экологию городов, экологию мегаполисов, один из важных, ну вот таких вопросов, трендов, который будет звучать, в частности, завтра и послезавтра на Конгрессе, рекультивация нарушенных земель. Или вообще, да, какое-то переосмысление, в принципе, пространства, площадей, которые были задействованы под заводами. Вот здесь, по-вашему, что важно понимать, знать, делать и на что обращать внимание? Не только рекультивация земель, которые были в виде охранных зон производств и других территорий, которые были предназначены по каким-то особым планам. Здесь проблемы такой большой-то нет. Рекультивация, она потребуется вот там, где были свалки, вот там, где они существуют до сегодняшнего дня, потому что этот процесс также требует определенных затрат и денег. И эту свалку, который говорит, да закройте эту свалку. Первое, вы закрыли эту свалку, рекультивировать ее собираетесь. План надо сделать хорошей рекультивации. Еще посмотреть, какое качество отходов находится там. И провести обезгазывание этих свалок, потому что там газ, ну, неимоверный. Я видел сам лично, когда дачные участки рядом со свалками пробивают, ставят туда трубу, из трубы идет газ, резиновый шланг к плитке, и плитка на газе работает, чай греют. Вот это доказательство не просто, это доказательство того, что газа там немерено. Почему и горят, и почему они нам преподносят очень большие сюрпризы в данной ситуации. В этом смысле у нас же недавно презентовали новую технологию про метан. Эта технология будет применяться при рекультивации широколеченского полигона, сбор биогаза этого и передача его в хозяйственное ведение. Это будет как бы выполняться за счет того, кто будет этими землями потом заниматься. А рекультивация вот этих вот охранных зон, тут она не так проводится, что там надо убирать слой, ну, и это есть, что целый слой надо снимать и заменять грунт. А здесь надо просто-напросто сделать элементарное землеустройство, потому что, ну, были размеры или границы не так сделаны. С наличием сегодняшнего цикла модернизации, значит, вот этих всех заводов, это, наверное, будет совершенно по-другому и влиять на какую-либо такую экологическую составляющую не будет. Потому что, посмотрите, в Москве завод ЗИЛ, там вся территория застроенная. Всё это естественным способом, когда выразили. Просто есть действительно ощущение, что вот эти огромные площади, которые раньше занимали заводы, но сейчас производство сократилось, в принципе, производство... Всё застроено, причём-то такие города хорошие, что... И соответствует, как говорят москвичи, соответствует всем экологическим нормам. — Давайте ближе к Екатеринбургу и к нашим проблемам, к тому, что сейчас в вопросе обозначили горожане, вот то, что волнует их, загазованность, грязь и сбросы в воду. Что действительно вот есть у нас как запрос, проблема, вызов перед вами, перед вашими коллегами, о чём просто город не знает и не говорит? Какие серьёзные, действительно настоящие, ну вот сложные вызовы в экологии, в экологической обстановке города? — Алексей Владимирович сказал вот фразу красивую, хорошую, правильную, грамотную. Он сказал, что наши екатеринбуржцы просто так, вот если говорят, и что это проблему забыть, как вы сказали, что они не дадут забыть. Здесь очень... ну процесс очень такой тяжёлый. — Есть что-то, про что город не сказал? — Вы его знаете, даже снег вот вывозят. Вы куда вывозите снег? — У нас специальные полигоны есть, куда вот эти машины собирают. — Все? — Все? — Ну, Алексей Владимирович, мы думаем, что все вывозят, нет? Мы получаем информацию, столько-то тон снега попал на полигон. А вы же говорите о загазованности, вы же говорите о других. А какие машины вывозят снег? — Большие. — Большие. Это добавляется нагрузка вот на ту ситуацию, которая творится в городе? На воздух, да. — Раньше в Москве говорили, 9 тысяч машин вышло на очистку дорог. — Да. — Зимой. — Сейчас 16. — Но у нас 200-300, ну, тогда фактически какой-то момент. — Сейчас 16. 230-300, они тоже работают. Вот уже мы не замечаем, а они усиливают загазованность нашего воздуха. — Убиратель или убиратель, да. — Вот он ответил на этот вопрос. Наши заставятся ровно убирать. — Получается, вы сейчас мне говорите, что решая экологические проблемы, мы создаем экологические проблемы. — Нет, так говорится. — Любая же снидеятельность. — Да, но у нас же есть, понимаете, в экологии там три направления. Эпосферный воздух, это вода, это отходы. То есть жители города, Екатеринбург, это как раз эти все проблемы обозначили и по воздуху, и по воде, и по отходам, соответственно. Поэтому, ну вот, есть понимание, как с этим бороться, есть понимание, куда идти. И вот именно Конгресс дает еще возможность обменяться мнениями с экспертами федеральными, с экспертами региональными. — И сверить курсы. — Да, и увидеть, может, какие-то новые пути решения технических проблем. — В системе устойчивого развития, мы говорим три постулата, да, экономика, экология и обеспечение жизнедеятельности человека, то есть социальная сфера, да. Так вот, зеленая экономика, вот недавно я почитал, так как она является разделом экономической науки, причем новое направление. Мне понравилась, значит, фраза, экологоэкономические проблемы и экономоэкологические проблемы. То есть вы видите все равно, вот это вот противоположность, все единство и борьба противоположностей, мы никуда от этого не уйдем. Но здесь должна быть вот какая-то граница, какая-то вот доступность какая-то вот этих всех моментов для того, чтобы все-таки поступательное движение вперед, для обеспечения жизнедеятельности именно человека, здоровья человека, его среды обитания, оно должно быть обеспечено. И это и есть, вот, 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 не лопату и топором, нет. Это очень тонкий процесс. Спасибо большое, что нашли время этим вечером, пришли к нам в студию. Увидимся в эфире ЕТВ, не переключайтесь, впереди программа «Переломка». До свидания.